МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы смотрите проект Павел и его команда! И сегодня мы приехали в Славгород, мы в гостях у Лошкин Манкова и Филипса Владимировича. Ему 91 год. Впрочем, что говорить, я думаю, самое время пойти и познакомиться. Заодно и узнаем план работы. Поэт, прозаик, член Союза белорусских писателей. В 1991-1995 годах Феликс Владимирович возглавлял Славгородский районный совет депутатов. В возрасте 15 лет он добровольно пошел на войну, приписав себе лишние годы. Был трижды ранен. С 1951 года работал геологом на Дальнем Востоке, в Магадане и на Колыме. Выйдя на пенсию, вернулся на родину в Славгород. Обзавелся семьей. Вместе с женой они построили этот дом, разбили сад, родились дети. Все изменилось чуть более года назад. Жизнь у меня кончилась нормальная 2 декабря прошлого года, когда ушла из жизни моя половинка, жена моя, с которой мы прожили более 70 лет вместе. И были единым целым. Вот тогда была жизнь. Тогда был смысл жизни. А после ее ухода – пустота. У Феликса Владимировича двое детей – внуки и правнуки. Ну а недалеко и сегодня пожилому ветерану управляться с хозяйством помогает соцработник. Но этого мало. Найдется работа и для нас. Как вы вообще справляетесь с хозяйством? Вот вы остались один. Как вот с домом, с участком? Да какое хозяйство? Какое у меня хозяйство? Один кот и песик. Вот и все хозяйство. А огородничаете? Вот в этом году что-то будете садить? Так пока мы были вдвоем, все это было. А сейчас я уже не в силах ничего сделать. Один. Ну, дочка приедет из Минска, что-то поможет. Будем думать. Что-то. Наверное, теплицу поставим. Все-таки. Так понемногу. Феликс Владимирович, скажите, а вот сегодня с нами в моей команде приехали ребята, наши волонтеры, которые помогут решить какие-то хозяйственные вопросы. Что бы мы могли вам сделать? Какой фронт работы вы нам сегодня выделите? Ну, я смотрю, наверное, надо будет разобрать. Вот этот старый, да, вот этот старый стол. Надо все это убрать, вынести, чтобы не было. Убрать ту сломанную теплицу. Все это убрать, освободить. А теплица это зимой, я так понимаю, от снега? Да, зимой от снега продавила. И вот все это так случилось. Ну, и там груда ветвей спиленных. Вот это, если вы сделаете... Ну, и, соответственно, где-то уберем листву старого, вот такие вот вещи, то есть... Вот это будет уже большой помощью. Ну, в принципе, план работы у нас такой неслабый, надо, наверное, нам и приступать как-то в этом. Давайте, ребята. Наша команда приступила к работе, а начали мы с уборки листвы перед домом Филипса Владимировича. Сегодня с нами приехали ученики слабородской школы номер один, а кроме того, в работу нашей команды включились местные коммунальники. Павел и его команда приехали в Казахстан. Мы приехали в Слабгород. Мы помогаем Шкирманкову Феликсу Владимировичу. Мы приступили к уборке прошлогодней листвы, а еще нам предстоит убрать старый столик и лавочки в саду, разобрать теплицу. Но самое интересное впереди. Ведь моя помощница Катя отправилась в школу готовить сюрприз для Феликса Владимировича. Что это? Узнаете через пять минут. Моя родная школа. Школа номер один города Слабгорода. Идем в кабинет труда. Когда-то и у меня проходили там уроки. Правда, мы в основном жили передники, а вот мальчики занимались столярными работами. Сегодня этим будем заниматься мы. Новый полезный рифхак в вашу копилку через несколько минут. Сегодня мы будем делать деревянную полку. Для этого нам понадобится кусок дерева, доска, рулетка, наждачная бумага, веревка, после узнаете зачем, газовый баллончик и пила. И помогать нам в этом будет пластилин нашего кабинета труда Эдуард Юрьевич. Эдуард Юрьевич, вот расскажите, как своим ученикам с пряником или с кнутом? И что вы, в общем-то, делаете в этом кабинете обычно? К ученикам и с пряником, и с кнутом. Когда нужно пряник, когда нужно кнут. Так, наиболее эффективно. Да, ребята? А самое сложное, что вы делали со своими учениками? Самое сложное, ой, много чего было сложного. Табуретки, допустим. Это довольно-таки сложная зелья. А полка это не сложно? Нет. Не сложно. Поможете? Да. Отлично. Поехали. Ученик, передник, чтобы не выморозится, как обычно. Эдуард Юрьевич, вы нам принесли угольник. Для чего она? Ну, вы же хотите эту доску разрезать пополам. Угольник применяется для того, чтобы провести прямую линию под прямым углом. Класс, я обычно на глаз делаю. Ну что, пробуем разночить. Давай. Держим. Держим. Итак, общая длина? 142. 142. На пополам? 111. Вспомнись математику. Ставим. Ну, замечательно получается. Такое ощущение, что... Тренируюсь. Так, теперь снижаем темп. Снижаем темп пиления. Готово. Видите, как у него получилось? Идеально. Угол 90 градусов. Дальше шлифуем наши заготовки и скругляем углы. В данном случае достаточно будет грубой обработки крупной наждачкой. И дальше вы поймете, почему. Раскроем структуру дерева необычным способом буквально через несколько минут. Свой рабочий день Анна начинает в 8 часов утра. Она не только соцработник, но и друг Феликса Владимировича. Принести дров, протопить печку, приготовить покушать, убрать в доме, сходить в магазин и аптеку. По нормативу на все про все есть два с половиной часа. Ведь на попечении Анны еще несколько пенсионеров. Крутиться приходится как пчелки, но работа нравится. Самый добрый, хороший человек. Я бы не сказала, что этому человеку 90 лет. Мне так всем легко. Не представляете, работать настолько легко. Вот я пришла, мы всем пообщались, обнялись. Что-то надо сделать, пожалуйста. Я, знаете, я люблю таких людей, к которым ты пришел, и ты сам знаешь, что тебе делать. Все, тебя никто не указывает. Это настолько, я не знаю, это надо просто с Феликой Владимировичем пообщаться. Знаете, я люблю делать добрые дела таким людям. Во-первых, приходишь в каждый дом, у меня же их много людей. У меня же очень много людей. Куда у нас по 8? Мы же подменяем отпуска. Ну, вы знаете, приходишь, там уже все пожилые такие люди. Кому-то куда-то надо в больницу, кому-то надо что-то сделать, есть приготовить. Это, знаете, точно таки у вас. Вы приехали, доброе дело сделали и уехали с чистой душой. Так и мы переживаем за своих людей. Тем временем мы закончили убирать на улице и не забываем. Наша основная работа на сегодня – демонтаж старой теплицы. Этой зимой были обильные снегопады, и Феликс Владимирович не мог самостоятельно убирать с нее снег. Результат, как видите, налицо. Результат, как видите, налицо. Павел и его команда приехали в Славгород. Мы помогаем Шкерманкову Феликсу Владимировичу. Мы уже убрали прошлогоднюю листву перед домом и разобрали старую теплицу. И не забываем про наш сюрприз. Феликс Владимирович очень любит читать, и у него большая библиотека. Поэтому и подарок придется кстати. Ну а нам самое время заглянуть в творческую мастерскую Катерины Балуковой. Мы уже нарезали доски на нужный нам размер, отшлифовали и обработали края. Теперь размечаем точки для крепления будущей полки. Раз это полка, это изделие точно будет соединяться между собой. Велевкой нам необходимо одинаковое расстояние на под края. Сколько достаточно для этой полки будет? Два сантиметра. Два мало. Мало. Четыре? Ну давайте четыре. Четыре отсюда получается, да? Чтобы ровное было? Подержите-ка, вот это четыре. Перед тем, как сверлить, нам необходимо при помощи шила Разметить? Да, сделать углубление, чтобы... А для чего? Чтобы сверлышко не промазало и не ушло в сторону. Сейчас нам необходимо сделать отверстие для крепления будущей полки. Для этого используем сверло-перо. Это поможет нам избежать трещин и сколов. Все, идеально. Сейчас нам предстоит работать с огнем, и вот зачем нам был газовый баллончик. Отправляемся на улицу техники безопасности. Проширование с обжигом. Вид обработки древесины. На вид зрелище странное. Жечь дерево, чтобы получилось красиво. Однако использование именно этого метода лучше других, помогает проявить структуру дерева. С каждым прикосновением пламени рождается волшебство. К слову, если у вас есть идеи как волшебным образом, ну или с помощью смекалки сделать некоторые полезные вещи, делитесь своими лайфхаками с нами. Почтовый адрес город Могилев, улица Первомайская, 83. Или в гостевую нашего сайта tvrmogilov.by Нам осталось сделать только крепление. Для этого как раз нам понадобится наша веревка. Пойдем? Последние штрихи будущей полки. Зачищаем обожженную поверхность наждачной бумагой или щеткой по металлу. И крепим части на веревках. И вуаля! На все про все в четыре руки, две из которых, напомним, руки профессионала Эдуарда Юрьевича, нам понадобилось около часа. А вещь получилась действительно полезная. Но и мы не сидим на месте. Пока Катя возвращается на съемочную площадку, мы приступили к уборке в саду. Ну, знаете ли, побывать в гостях у поэта и не услышать ни одной рифмы – это все равно, что в гостях у художника картины не посмотреть. Так вот, тут уже наближается свято наше головное, день Перамоги, 9 мая. Я в свой час написал такие верши. Пераможца фронтовик, злась солдатик спечи, по подворку строевым, разгорнувши плечи. А скажите, чем вдохновляетесь, когда пишете? Ваша тема основная? Ну, тема у меня – життё наше, життё. Тематика войны, она застаётся у меня. Сегодняшнее наше життё, наши хибы у життё, что треба робить, как бы выправить их. Ну и, конечно, прозусёг это проходило мое почутчё до своей половинки – наше взаемное каханье. Павел и его команда приехали в Славгород. Мы помогаем Шкирманку Феликсу Владимировичу. Мы уже убрали прошлогоднюю листву перед домом и разобрали старую теплицу. А ещё убрали в саду. И Катя Балукова готова вручить Феликсу Владимировичу творение рук своих. Пора бы, как говорится, и честь знать, но… Что, можно уже ехать, наверное, по домам? Ну, ты забыл, что просил наш хозяин. Да, нас попросили убрать ещё вот это вот собрание малых архитектурных форм, которое когда-то было неплохим, а сегодня уже всё гнилое и страшное. В общем, я беру скамейку, а вы меня. Поехали. Давай. Поехали. 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 Вот такая подвесная полочка у нас получилась. Метод называется броширование с обжигом. Смотри. Классная штука. Полочка для всего. Вешайте куда угодно. А ты меня не видишь. И что мне можно положить? Можно поставить книгу, он уже поэт, правильно, он поэт писатель. Можно поставить какие-то туалетные принадлежности. В общем-то, её можно использовать там, где нам нужно. Такая, скажем так, или деревенская, или какая-то корабельная стилистика. А, кстати, вот и Феликс Владимирович. Феликс Владимирович, сегодня у вас дома много книг, и вот наша Катя, она сама вот сегодня сделала вам такую вот подвесную полку. Ага. В таком деревенском, или, скажем так, корабельном стиле, я думаю, вам понравится такая вот суха. Спасибо, спасибо. В общем-то, оцени за нашу работу сегодня. Давайте по пятибалльной системе. По пятибалльной системе. Ну, я понимаю, вам хочется взрослыхать как можно больше. Конечно. Но вы честно говорите. А мне не жалко. Мне не жалко. Молодцы, хорошо справились. Так что, можно вам по высшей оценке. Ну, сколько? Четыре с плюсиком. Можно? Можно. Отлично. Вполне. Ну, мы помогли вам. Ну, конечно. Позовёте нас ещё? Угу? Позовёте нас ещё? А придёте? Придём. Тогда будут звать. На то мы, Павел и команда. Да. Спасибо вам огромное. Доброе дело совершается с усилием. Но когда усилие повторяется несколько раз, то дело становится привычкой. Так говорил Лев Толстой. Привычки нашей команды – помогать тем, кому это необходимо. А наша цель – ещё раз напомнить – добро осязаемо. Мы смотрели программу Павел и его команда. В эфире встретимся ровно через две недели. Едем в Могилёв. Домой. Домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...